время московская 04 сегодня у нас крестое мая 2020 года у нас сегодня как видите среда середина торговой недели начинаем наш утренний обзор как всегда с вами аналитик трейдер кирианца владимир и куб трейдеров картель начиная с фундаментального анализа какие события были вчера и какие могут быть сегодня которые могут повлиять на рынок но мы говорили о том что вчера кто смотрел мой обзор это конечно данные по институту дистиллятов это еще раз хочу сказать это не нефти это у нас производные нефтепродуктов керосин бензин мазутное топливо и так далее мы видим что уже падают склады ну и конечно мы всегда смотрели на это подтверждение по запасам нефти и что у нас на сегодня вышли данные по нзд что можно сказать разночтенные данные индексы производственные заказы упали но видно что все упало да поэтому по новой зеландии никаких покупок мы на 1 рассматривать не будем по европейской сессии что можно сказать индексы деловой активности в сфере услуг без изменений розничные продажи очень сильно упали это понятно для отчета дипе позанят в частном секторе что хочу сказать на на этой неделе нонфарм нонфарм соответственно и изменение запасов ну отчет по запасам просто сумасшедший честно говоря миллионами получается 20 миллион точек 20 27000 минусы ждут какую-то очень резкое снижение конечно это очень сильно ударит по американскому доллару ну вот как раз завтра первичные заявки по безработице тоже довольно прилично и здесь тут видно что безработица увеличивается на пятницу конечно нонфарм и тут ожидают ну просто сногсшибательные данные количество новых рабочих мест очень сильно упало минус 21 я не знаю было ли такое мы еще это рассмотрим ситуации такая ситуация и соответственно мы переходим на графики начинаем мы соответственно с индекса доллара что можно сказать на первый взгляд по индексу доллара видим что индекс долл пытается закрепиться выше уровня 99 90 100 если ему это удастся то есть вариант подхода к 156 принципе спи акции тоже закрепляется то есть видны экспенсии индекса джонс у нас здесь 30 компании это 500 компании 30 мы видим что есть сильное сопротивление которое цена не может пробить на по нефти я говорил о том что мы должны 30 достигнуть мы ее достигли задание выполнено и соответственно по вот и и мы говорили о том что мы идем 27 но в принципе пока на данный момент у нас цели 32 взять уровень по нефти видно хорошо что нефть здесь стоит по мы знаем историю нефти знаем почему это произошло 1 мая вышел пакт то есть можно так сказать пак да то действительно добыча снижена страны меньше страны которые очень много добывают нефти соусская аравия россии договорились на подключить другие страны не знаю сша насколько отреагировал наверное видно по запасам что запасы начинают уменьшаться добычи сверты сванцевая нефть если вы посмотрите внимательно вот всегда я смотрю на сванцевую не и делаю анализ то есть если вот пятницу мы смотрим на сванцевую нефть вот у нас сванцевая нефть и обратите внимание 325 кто это говорит ну то есть это глянуть свернута сванцевая нефть бекер сейчас посмотрим если нам дадут да я думаю наверное мы получим вот такие вот данные обратите внимание мы видим что вот представьте себе было сколько на сейчас обратите внимание даже вот как уменьшается скважины то есть закрывается скот но это нам о чем-то говорит что мы принципе понимаем да то есть нефть уменьшается мы в этой соответственно видимый 28 до вот такая ситуация по нефтяному рынку но и соответственно по индексу давайте смотреть пары евро-доллар так евро-доллар 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 видно хорошо что он стоит на таком-то уровне мы вот стоим но обратите внимание на да что мы видим мы падаем мы пробили закрылись ниже и соответственно наш уровень это 107 80 может сюда ходили отсюда уходили соответственно наша задача искать продажи что можно сейчас смотреть ну вот здесь есть такой коридор что нам сейчас надо надо соответственно нам зайти выйти из коридора сделать подтверждение войти в сделку все 100 прячется вот мы смотрим сейчас интересно нам сюда заходить или нет но смотрим у нас где-то 40 и здесь примеру 30 надо нет то есть вывод по евро ничего не делаем ждем цену к 107 80 и смотрим ее реакцию все понятно я думаю все ясно очень все просто а что касается по фунту по фунту видим следующую реакцию по фунту что мы видим цена стоит внизу и соответственно мы видим вот такую вот ситуацию то есть мы видим что цена подходила к уровню 12486 видно что на его не брала и сейчас как бы сложным пыталась подняться здесь даже была покупка получение стопа здесь закрытие здесь принципе больше конечно мы рассматриваем продажи чем покупки что можно здесь сделать здесь принципе то же самое можно посмотреть но чем мне нравится здесь а даже потому что здесь был разворот и вполне реально можно конечно можно конечно такой нарисовать уровень воздушный уровень я называю слабый уровень принципе вот уровне на которых надо смотреть то есть у нас есть цели и от которых цена может отвернуться это 12245 первый уровень 12245 соответственно здесь уровень вот то есть такие вот уровни тоже отрабатывает вот ну данной ситуации здесь не интересно заходить поэтому даже если цена будет откатываться вверх здесь какие-то можно рассматривать варианты то есть пока на данный момент тоже мне рынка лучше постоять две пары евро и фунт сегодня не торгуются то есть их мы не смотрим я думаю здесь понятно вот по ауди чтобы можно сказать по ауди но два графика д и соответственно h1 мы видим что цена стоит и здесь конечно вот вот были покупки отсюда мы уже это разбирали вчера я говорила о том что здесь интересно покупать ложные пробои крепления здесь мы идем вверх что сейчас 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 мы все-таки хочет покупать нужно ждать отката если отката нету не покупаем но здесь покупки здесь четко как мы понимаем мы определяемся с направлением смотрим обязательно ты смотрим обязательно тр потому что очень важно посмотреть в 7832 запас кода у нас есть то есть что такое ты это р это среднее значение допустим за 14 дней допустим я могу взять к примеру за какой-то период другой я могу 5 дней то есть это все индикатор все показывает индикатор бесплатный вот поэтому вот такой момент мне показывает свойства ну вот я вижу 14 дней я могу поставить 5 и соответственно могу посмотреть и вот сбоку 7432 то есть смотрите цена прошла больше 80 штука 80 процентов ну вот 50 где-то до до 74 уже значит пара audi usd нам не интересно на торговле нет запаса хода тут конечно если здесь мы видим такую ситуацию можем ли мы входить уже запас пройден и поэтому рекомендация такая входить если конечно цена начнет корректироваться вот в этот момент здесь можно пытаться что-то сделать но сейчас данный момент здесь какие-то покупки что-то делать не советую так по на новозеландской валюте делаешь на новозеландской валюта вот что мы видим мы видим следующую ситуацию мы находимся ниже остановка цены и вот такая ситуация здесь так вы цена находится два дня в каком-то коридоре не советую тоже сегодня ее рассматривать идем дальше золото по золоту мы видим вот такую ситуацию что мы видим такую вот ситуацию что мы видим цена стоит режет уровень тоже не интересно бывают такие ситуации что ну дор швейцарский франк здесь видим коридор ну здесь я уже об этом говорил что мы видим вот такую то есть мы поднялись вверх остановили что делать дальше да ничего есть варианты какие есть варианты идти вверх конечно но не продавать продавать ли можно коррекции нет нельзя почему потому что мы идем вверх это у нас сильный уровень поддержки и наш уровень сопротивления это следующий но 97 98 но 90 98 можно сказать круглый уровень сильный уровень до сильный и соответственно он же не только дневной но по-моему недельный то есть на нем были вот четыре недели стояли на этом уровне 7 сильный мы понимаем что он сильные соответственно чтобы нам дальше двигаться вот наш коридор мы находимся в середине канала что мы делаем наш дача соответственно наша задача выйти с этого канала обязательно с ртс там его зайти взял теперь мы смотрим нам интересно заходить в эту сделку или нет то есть мы видим что цена где-то стоит 64 если ацет нам интересно до 23 сделка интересно должен выход ретест мы в сделке стоп прячется за это сбивает ничего не тело отката но смотрим как цена реагирует или движение то есть или ищем другие какие-то пары а доллар иена ну а доллар иене мы уже гав или тут были отличные точки входа вот был пробой здесь хорошая точка входа велико мы сюда зашли то есть получается здесь здесь проторговка и движение то есть увидели такое движение подход сюда хорошая ситуация зайти в сделку что мы видим сейчас мы видим следующую ситуацию вот у нас есть уровень 105 чит которым уйдет цена больше мы ничего здесь не не рассмотрим вот это наш уровень сейчас цена висит в воздухе что хочу сказать спели значит не успели нужен какая-то коррекция нужен откат для того чтобы принимать решение что здесь должно произойти мы должны подойти зоне у нас есть такая ситуация но конечно лучше получить ложный пробой с возвратом в обратную сторону ну и соответственно идем дальше юсдк как странный юсдк от хорошо закрепился на 1 40 15 ну и что хочу сказать хочу от вот при ситуации когда нефть идет вверх а мы видим что она идет вверх цена остановилась и все тоже для покупок почему тут опасно я бы не покупал конечно вот движение такие есть но честно говоря вот когда идет нефть они мы видим что она идет вот она идет вот четкий заход и цена идет видно восходящий тренд на h1 соответственно вот мы видим что цена идет к уровню 30 я вчера говорил что нам бы достигнуть уровень 30 30 мы хорошо идем 32 31 19 32 следующий уровень но вообще наш уровень которому мы идем 32 36 это уровень если цена отработает на этом уровне вот уровень бар создавший уровень и соответственно мы будем почему взят этот бар потому что это действительно очень большой бар с таким большим спредом и принципе вот атр этого бара очень большой за день прошел очень много здесь тоже есть такие бары еще мощнее принципе остановился пока на этом варианте посмотрим как бы какая будет реакция почему еще раз взят этот бар потому что зеркальный уровень во первых ну и видно хорошо что рубль укрепляется идет 72 стоял видите где пусть видно цена это сильная поддержка если мы ее пробиваем если нет идет выше мы уходим на 70 то есть видите какой гэп мы теле это было связано с тем что было стал падать нефтяной рынок ну вот такая ситуация на рынке всем спасибо кто смотрит моя также после обзора и ссылка на мой курс форекс от адая приглашаю кому интересно пишите какие-то комментарии ставьте лайки завтра как обычно мы выйдем в эфир всем спасибо всем удачи удачи трейда всем пока и до завтра